Заход на просадку Заход на просадку российские авиакомпании слишком много тратят на кредиты и лизинг. 3. Газета «Коммерсант» номер 105 от 20 июня 2019 года, строение 1. Долговая нагрузка российских авиакомпаний может привести к дефолтам и банкротствам участников рынка, полагают эксперты АКРО. По их оценкам, у крупных перевозчиков на выплату процентов по кредитам и лизингу уходит до 2 трети операционного денежного потока. Нагрузка на средние и мелкие авиакомпании еще выше. Причина – высокой стоимости заемного капитала в стране, а также в неконтролируемом росте парка, в 4 раза за последние полтора года, который не позволяет авиакомпаниям поднять цены на билеты и компенсировать рост расходов на топливо и лизинг самолетов. Эксперты констатируют, что отрасль находится в глубоком системном кризисе. Финансовая устойчивость крупнейших российских авиакомпаний существенно ниже, чем у иностранных перевозчиков, при сопоставимой долговой нагрузке, говорится в исследовании рейтингового агентства АКРО. Оно было проведено по данным отчетности группы Аэрофлот, Уральских авиалиний, контролирующих около 60% российского рынка авиаперевозок, а также 40 крупных иностранных компаний. Так, отношение долга к операционному денежному потоку, выручка минус операционные расходы, У российских авиакомпаний находится на уровне 4,8, что сопоставимо с 4,6 у зарубежных перевозчиков. Но при этом операционный денежный поток, до выплаты фиксированных платежей, у иностранных перевозчиков в среднем в 2,2 раза превышает платежи по лизингу и кредитам, а у российских авиакомпаний, только в 1,4 раза. Это означает, что запас прочности крупнейших российских авиакомпаний составляет 40% от суммы фиксированных платежей, тогда как у иностранных – 120%, объясняет заместитель директора АКРА Александр Гущин. Даже у крупных российских авиакомпаний денежные потоки покрывают процентные и лизинговые платежи с небольшим запасом, что указывает на рост рисков для кредиторов. Уровень риска средних и малых авиаперевозчиков в описанной ситуации еще выше, что при сохранении текущих рыночных тенденций может привести к росту количества дефолтов и банкротств на рынке, говорится в исследовании. Российским авиакомпаниям оставили нулевой НДС на иностранные самолеты. Устойчивое положение иностранных перевозчиков в АКРА объясняют более доступными ставками по кредитам и лизингу. Доля лизинговых и процентных платежей в удельных расходах на кресло-километр у зарубежных перевозчиков составляет 6% против 15% у российских компаний. В то же время абсолютные расходы на кресло-километр у российских авиакомпаний ниже, чем у иностранных, 5,71% против 7,58%. Во многом проблема высоких расходов связана с увеличением провозной емкости. По оценкам АКРА, с 2015 по 2018 год совокупная кресельная емкость российских авиакомпаний выросла на 45%, до 180 тысяч. Кресел. Показатель рос и в 2016 году, несмотря на падение объема перевозок. При этом в целом в 2012-2017 годах авиаперевозки в РФ росли быстрее, чем в мире, среднегодовой темп роста составлял 8,6% против 6% в мире. Это во многом вызвано ростом международных перевозок, динамика которых в 2015-2018 годах отличалась большей волатильностью, чем внутренних. Так, после обывала курса рубля они упали на 17% в 2015 году и еще на 15% в 2016 году, а в 2017-2018 годах росли на 32% и 12% соответственно. Количество перевезенных пассажиров на внутренних воздушных линиях ВВЛ за период с 2011 по 2018 год стабильно росло в среднем на 11% в год. С 2012 года доля ВВЛ в структуре рынка пассажирских авиаперевозок стала увеличиваться и достигла своего пика в 2016 году – 55%, после чего в 2017 и 2018 годах стабилизировалась на уровне 50%, говорится в документе. В мире доля внутренних перевозок традиционно находится на уровне 60%. Почему попытки авиакомпании ускорить получение субсидий для компенсации роста цен на топливо встретили сопротивление? При этом ВАКРА считают, что значимых источников для дальнейшего опережающего роста у российского рынка не остается. Во-первых, эффект посткризисного восстановления уже исчерпал себя. А во-вторых, авиаперевозчики вынуждены повышать стоимость билетов из-за существенно возросших ключевых статей расходов на топливо и лизинг, что способно негативно отразиться на спросе, отмечают авторы исследования. Падение темпов роста частично компенсирует стимулирование региональных авиаперевозок. В течение ближайших трех лет, по прогнозу АКРА, темпы роста авиаперевозок составят 5-10%. По данным Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в январе, мае российские авиакомпании увеличили перевозки на 11,8%, до 44,66 миллиона человек. При этом совокупный убыток отрасли в первом квартале составил 45,3 миллиарда рублей против 34 миллиардов рублей годом ранее. Доходы авиаперевозчиков за квартал выросли на 22,7%, до 306,2 миллиарда рублей, но расходы росли быстрее, на 24%, составив 351,5 миллиарда рублей. Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Нилв Шефеудар Борисов отмечает, что высокая долговая нагрузка, следствие совокупности макроэкономических факторов, несовершенства регулирования отрасли и особенности ведения бизнеса отдельными игроками. «Мы считаем, что рост парка на 45% за 4 года не соответствует росту рынка. Более того, в текущих условиях наращивание емкостей такими темпами является очень рискованной моделью развития», считает эксперт. «Отрасль сегодня находится в глубоком системном кризисе». Герман Костринский